Вообще, слоган моего доклада такой. Если у вас уже есть 100% покрытие тестов, все линтеры и прочие штуки, то вам сюда. Что такое мутационные тесты? Давайте разбираться. Так, у нас небольшая техническая проблемка. У нас слайды можно чуть-чуть отрезать в процессе. Как мы работаем? Очень важно понимать. Мы пишем код особенным образом. У нас прилетает pull request с изменениями, проходит CI. После того, как прошел CI, у нас, соответственно, происходит код-ревью. После того, как произошло код-ревью, код попадает в прот. И, казалось бы, все очень понятно, логично и так далее. 100% прокрытие, линтеры, в общем, полный фарш. Все должно быть хорошо. Но потом случаются баги и ничего не работает. И, собственно, в этот момент вы задаетесь вопросом. Ну почему? Я же все сделал хорошо, я же должен быть красавчиком. У меня же вот так все инженерно круто. Но проблема в том, что ваши тесты на самом деле ничего не проверяют. То есть они прям вообще ничего не проверяют. Когда мы начинаем задумываться о том, что на самом деле проверяют наши тесты, мы понимаем, что у нас есть очень большие проблемы. Что у нас кода там несколько тысяч строчек, а ассертов, которые мы делаем в наших тестах, очень мало. Ну и, соответственно, мы думаем, мы должны сделать так, чтобы наши тесты покрывали наш проект, и он не ломался. Что будем делать? Выход очень логичный. Мы будем писать больше тестов, мы будем повышать покрытие, мы будем строже ревьюить и что-нибудь попробуем автоматизировать. Вроде все логично. Или нет? Давайте разберемся. Больше тестов – это больше кода. Да, то есть вы пишете код, вы пишете к нему тесты, но внезапно тесты тоже код. И они внезапно тоже ломаются. И когда вы пишете больше кода, у вас больше багов. И самое смешное, что когда вы пишете больше тестов, вы создаете больше дубликатов, логики, тестов, каких-то настроек, параметров. В общем, огромное количество дублей. И с этим ничего поделать нельзя, потому что организация тестов, ну, она всегда страдает, да. То есть я еще не видел в жизни проекта, в котором в тестах все было хорошо. Ну, то есть найти проект, у которого в коде все хорошо – проблема, а чтобы в тестах все было хорошо – ну, вообще невозможно. Ну, и, соответственно, как мы пишем дубликаты, мы пишем много кода, много тестов, у нас появляется затык на CI. Потому что мы приходим, говорим, запусти ко мне тесты. И он такой, окей, через два часа я тебе расскажу, что у тебя там в проекте. И проблема, да, то есть мы не можем писать больше тестов. И мы понимаем, что для того, чтобы делать хорошо, нам нужно писать мало тестов, но которые проверяют что-то. Да, чтобы они выполнялись быстро, чтобы не надо было их поддерживать, но чтобы они выполняли свою задачу. Мы думаем, хорошо, мы повысим покрытие, да, то есть повысим покрытие, у нас весь проект будет покрыт, все замечательно. Есть проблемы. Вы повышаете покрытие, говорите, 90 будет процентов покрытия. Какой следующий шаг? 95. Какой следующий шаг? 100%. Что дальше делать? Беда. Вторая проблема с покрытием. Вот у нас есть функция из одной строчки. Она полностью покрыта, она корректно работает. Проблема только в том, что когда я писал код, я написал к нему вот такой тест. Я выбрал правильные параметры, отрицательные числа, целые числа, дробные числа, в общем, все прекрасно. Но я забыл assert, да, у меня в тесте нет assert, я его закомментировал зачем-то. Ну и потом забыл. Поставил всю эту дужку, и кто-то на эту дужку в коде внимания обращает, верно? Вот, и, соответственно, у меня стопроцентное покрытие, только тест ничего не проверяет. Он три раза выполняется, три раза функция выполняется, и какой результат, непонятно. Если я здесь уберу нолик и вставлю единичку, все продолжит работать. Беда. Да, и, конечно, мы это можем заметить, а можем и не заметить. И, соответственно, мы понимаем, что самого покрытия нам очень мало. Мы хотим проверки, да, то есть нам не нужна некая абстрактная цифра, этот каверич, на который люди должны там работать и молиться. Нет, нам нужны проверки, чтобы код работал. И, соответственно, подходим к ключевому вопросу моего доклада. Тестируете ли вы тесты? Кто тестирует тесты? Скажите, есть в зале такие? Я ожидал. Не скажу, что я удивился, но, в общем, я скажу так, полтора человека в зале это делает. Теперь мы думаем, хорошо, наши первые две гипотезы не работают. Мы не можем писать больше тестов, мы не можем повышать покрытие, но мы будем строже ревьюить. Скажите, сколько времени вы потратите на то, чтобы ревьюить тесты? Да дофига. Ну, потому что тестов в хорошем проекте намного больше, чем кода. То есть вы пишете строчку кода и к ней пишите там с десяток тестов. И представьте, каково это ревьюить, потому что, ну, логика, она понятная, она логичная. А тесты – это месиво из каких-то ситуаций, которые могут произойти, а могут не произойти. Какие-то регрешены, какие-то еще штуки. В общем, беда и садамия. Ну, и самое смешное, что тесты очень плохо написаны. В силу специфики того, что нужно воссоздать какие-то ситуации, что-то где-то замокать, где-то что-то заманкипачить. Но тесты, они такие по природе, их тяжело ревьюить, они плохо написаны. И это нормально. Ну, и, соответственно, читаемость можно повышать. Я хочу порекламировать доклад здесь моего коллеги Ильи. Ильи, моего коллеги Ильи. И у меня вылетела его фамилия Илья, прости меня, пожалуйста. Он будет рассказывать про линтера. Я обожаю линтеры, вы это, наверное, знаете. И вот он будет рассказывать о том, как повышать покрытие кода. Илья Лебедев. Илья Лебедев. Огонь доклад. Рекомендую. Ну, и, соответственно, есть еще одна проблема, когда вы ревьюете тесты. Вот вам приходит такой pull request, и человек удалил тест. Почему? У меня первая мысль, он удалил тест, потому что тест не проходил. И он такой, ну, что-то тест не проходит, я его удалю. Вот, проблем софт. Все. И я не хочу разбираться, да, то есть я не хочу разбираться, почему люди удаляют тесты, потому что я им хочу доверять. Я не хочу за ними контролировать каждый тест, да, то есть он работает, он не работает, я хочу знать четко. И еще одна проблема. Вот все люди примерно такие, да. О, тесты. Какие тесты? Ну, то есть это примерно так работает. И, соответственно, это очень большая проблема. И ревьюить код мы не можем. Мы не можем ревьюить код, и тем более не можем ревьюить тесты, потому что их больше, они сложнее, у них специфический контекст, специфические действия, ну и, в общем, все плохо. Нам нужно что-то другое. Нужна принципиально другая штука, которая вообще решит эту проблему иначе. Это автоматизация, да, потому что если у нас есть что-то, мы инженеры, мы сразу можем это автоматизировать. Потом мы поймем, что это нельзя было автоматизировать, но это наступит позже. Вот это, к счастью, можно. Нам нужны тесты, чтобы тестировать тесты. Давайте подумаем, как мы вообще будем подходить к строительству такой штуки. Да, как вы вообще должны сделать какие-то базовые вещи, чтобы это работало. Представьте, что вы пришли в новый проект. У вас куча-куча новых строчек кода, которые вы видите первый раз в жизни. У вас десятки тысяч тестов, которые как-то работают. И вам нужно сделать одну простую фичу. Вот как вы будете это делать? Вы будете делать это примерно так. Вы где-то откроете какой-то файлик, что-то поправите, что-то сделаете, и посмотрите, работает или нет. Да, то есть примерно так. Правите строчку, запускаете тесты, смотрит, упал или нет. И по сути, что мы делаем? Мы меняем код в случайных местах. Случайным образом, да, потому что пока у нас нет знания кода, мы делаем это практически случайно. И это работает. Например, у меня есть алгоритм сортировки пузырьком, который спрашивают на каждом интервью, но никто в жизни его не писал. И, соответственно, этот алгоритм сортировки пузырьком, он был неоптимальный. И мне попросили сделать его оптимальным, добавить оптимизацию. Очень полезная вещь. Я такой, окей, взял, добавил 4 строчки, алгоритм стал оптимальным. Я запустил тесты, все работает. Я думаю, ну, все, я красавчик, я выполнил фичу, я молодец, все, пошел домой. Но, возможно, там закралась ошибка, да, то есть, возможно, тесты просто недостаточно хорошие, ну, или там что-то произошло. Я думаю, а давайте я перед тем, как пойти домой, проверю. Вставляю вместо своего кода RISE, ну, который просто всегда вызывает exception, он гарантированно падает, и думаю, сейчас еще раз запущу тесты. И вот здесь ты понимаешь, что, блин, я попал, да, потому что ты теперь не понимаешь статус системы. То есть, она раньше работала, ты поменял что-то, она продолжила работать. Или она раньше работала, и ты ее починил, или, короче, она по-прежнему не работает. Что делать-то надо? И, соответственно, вы думаете, хорошо, я сейчас поправлю тесты, найду вот тот случай, который конкретно я сейчас делаю, поправлю этот тест, чтобы он на вот этом RISE упал, да, ну, мы же вставили RISE, он должен упасть, какой-то тест один должен упасть, мы сломали нашу программу. Мы правим тест, делаем, что вот там функция, сортировка, сортируем, exception, плохо. Ся и упал, мы такие, ну, слава богу, да, то есть ся и упал, потому что код плохой. Ну, и, собственно, это ключевая идея, что если у вас есть тесты, и они пропускают плохой код, это плохо. Но если они падают на плохом коде, это хорошо. Ну, это тесты, да, они так работают, всем понятно. А давайте все сломаем, да, давайте мы вот возьмем этот RISE, вставим на каждую строчку нашего кода. Вот на все строчки кода вставим RISE по очереди, и посмотрим, что будет. И таким образом у нас появляется методика, как ломать код. То есть очень простая. Мы смотрим, что есть, меняем это, и делаем так, что пока это не заработает. И здесь напрашивается аналогия как раз с природными явлениями, например, мутациями в ДНК. Как это работает? Эволюция, приходит какой-то человек, живет, владеет детей, происходит мутации, мы появляем немножко других особей. И, соответственно, давайте вот эти небольшие мутации также в коде создавать, для того, чтобы происходило чудо, и наши тесты стали лучше. И мы будем вносить в них небольшие отклонения, да, то есть вносить в них специальные маленькие ошибки и проверять, как наши тесты с этим справятся. Мы будем создавать мутантов, да, это специальный термин. И, соответственно, по очереди поменяем каждую строчку в нашем проекте. Именно по очереди, не все сразу, потому что если все сразу, гарантированно все сломается. А именно маленькие ошибочки. Например, представьте, что у вас был вот такой Python код, и у него было некое условие, соответственно, больше нуля. Мы говорим, подожди, теперь будет не больше нуля, а больше единицы. Тесты упадут или нет? Хорошие тесты упадут, да, потому что мы сломали некую логику. Потом мы говорим, хорошо, а я вот что-то делаю, принт какой-то. А это вообще важно? Я поменяю сейчас вот сообщение, и что-то произойдет или нет? А потом я говорю, ой, а у нас какой-то булевый флаг, ну давайте попробуем другой передать, должно же все сломаться, верно? И вот таким образом мы меняем каждую строчку в нашем проекте. И после каждого изменения запускаем тесты, и они должны падать. Потому что мы сломали наш код только что. Варианты развития событий на самом деле следующие. Что ваши изменения благополучно выживут. Это называется, что ваши тесты пропустили мутанта. У вас может случиться тайм-аут, потому что может так измениться, что, соответственно, вы попадете в бесконечный цикл или еще куда-нибудь. Ну, в общем, все плохо. У вас может случиться вот-зе-фак, это мой любимый тип ошибок. И, соответственно, ваши тесты могут провалиться и сказать, что, ну, собственно, ты убил мутанта, все хорошо. Ну, выглядит примерно это вот так. Три теста было запущено, один убил мутанта, и два пропустили мутанта, ну, все плохо. Как заменять кусочки кода? Да, то есть мы же не можем просто там регекс поменять, потому что это какой-то бред. Нам нужен некий подход. Как? Берем абстрактное синтаксическое дерево. Все знают, что это такое, да? Абстрактное синтаксическое дерево — это некая такая структурка, которая… Ну, это код, и из него получается вот такая структурка. Мы парсим этот код и, соответственно, понимаем, что внутри происходит. Ну, это не совсем абстрактный код, но это вот то, что поместилось на слайде. И, соответственно, мы эти кусочки заменяем. Да, то есть мы берем те кусочки, которые нам нужны, и заменяем их на похожие. Почему на похожие? Ну, мы же не хотим создавать мутантов, которые вообще не имеют никакого отношения к тому, что мы делаем. Мы хотим находить частые, типичные ошибки, и мы знаем, как можно это сделать. Например, менять плюс на минус, ну, потому что мы часто путаем плюс и минус. Такое бывает. True на false, потому что мы часто путаем true и false. Типичная ошибка, когда мы, например, проверили наше условие, что оно четко выполняется на больше, а на больше или равно оно уже падает. Да, и вот такие типичные ошибки мы можем находить, менять кусочки АСТ и создавать мутантов. И, соответственно, наша первая функция превратится вот в такую. Да, то есть вместо плюса появится минус. На самом деле стратегий очень много. Да, то есть вот то, что я рассказал, это вершина айсберга. Вы можете придумать огромное количество стратегий. Например, убирать декораторы, менять методы на статик методы, менять классы, менять, например, их родителей, убирать родителей, добавлять. Ну, в общем, делать все, что вы хотите. Но стратегии вы можете даже писать сами. Но их все равно ограниченное количество, их можно выбирать под те задачи, которые вы делаете. Как мы это делаем? Мутируем строчку кода, запускаем тесты, собираем, смотрим и повторяем. Какие есть инструменты? У нас есть три инструмента в Питоне. Есть Cosmic Ray, есть MutePy и есть MuteMute. Как вы видите, один из них выделен красным. К чему бы это? К тому, что сегодня будет рассказывать про MuteMute. Почему? Ну, потому что, когда я выбирал, было следующее. У нас был Cosmic Ray, он был самый поддерживаемый, там было больше всего стратегии. Единственное, что не происходило, он не работал с подтестом. Ну, вообще никак. И, соответственно, было бессмысленно его брать, потому что он просто не работает с подтестом и не может запустить мои тесты. Есть MutePy. Ничего не буду про него плохого говорить, потому что человек молодец, написал библиотеку, он хороший. Но у меня оно не завелось. Поэтому я посчитал, что оно вообще не работает. Ну и, соответственно, есть MuteMute, который более молодой. У него меньше стратегии. Но зато он работает, и я даже в него код пишу. Поэтому рекомендую. Ну, а еще сыровато. То есть нужно понимать, что инструмент очень сырой, фичи пилятся прямо здесь и сейчас. Есть куча проблем, но пользоваться можно. Давайте посмотрим, какие ошибки можно найти при помощи этого чудесного инструмента. Мы можем найти плохие данные. Как? У нас есть функция складывать два числа. Типы. Все прекрасно. Документация. Замечательно. У нас есть к ней тесты, которые честно выполняются. Вот такие. Assert. Складываем нолики, складываем двоечки. Получаем что-то. Но данные-то плохие. Вы можете сказать, ну, блин, это же очевидно, да? Ты выбрал нолики и двоечки для того, чтобы тестировать сумму. Ну, то есть ты можешь там поместить минус, умножить, плюс. В общем, все что угодно практически. Ну, с ноликами так точно. И на таком простом примере видно, что данные выбраны плохие. Нам нужно типа 3 и 5. Да, сложить, получить 8. Ну, понятно. Но в реальной жизни мы не видим плохие данные, потому что у нас данные сложные. Это пользователи с имейлами и связями, это какие-то группы. Ну, в общем, это ваши бизнес-данные, которые вы используете для ваших тестов. Это какие-то бинарные протоколы и прочее. И мы не можем найти эти плохие данные, потому что мы их не видим, потому что они сложные. Мы можем найти плохие тесты, потому что плохих тестов очень много. Что такое плохой тест? Плохой тест — это то, что… тест, который ничего не тестирует. Например, у вас есть Junko приложение. Ой, Flask приложение. У этого Flask приложения есть ровно два метода. Один называется Hello. Соответственно, вы обращаетесь по пункту Hello, вам показывает Hello World, у меня в тебя нет веры. И, соответственно, есть обработчик ошибок, который там в центре что-то пишет, ну и так далее. И выглядит он так, извини, мир, да, и отдает статус 200, потому что статус 500 отдавать нельзя, потому что бизнес просит, ну, у нас SEO, да, нам не нужно статус 500, не надо. Вот. И, соответственно, ты говоришь, хорошо, буду отдавать 200, даже если ошибка. Казалось бы, никаких вообще проблем сейчас не будет. Но проблема есть. У нас есть вот такой тест. Что он делает? Он берет, идет по одному-единственному URL, от этого до ноль. Потом он проверяет, что статус код 200, смотрит, что слово World есть в ответе, ну, что нам сказали привет, и есть нолик в ответе. Кто видит проблему? Проблема в том, что, во-первых, слово sorry написано через нолик, потому что кто-то опечатался. Статус 200, потому что вас попросили сделать для SEO, а нолик, ну, там еще, а, и World тоже есть. Все. То есть ваш тест проверяет, что все работает, и вы думаете, что все работает, но на самом деле нет, потому что это плохой тест. И для того, чтобы его найти, это прям нужно расследование провести целое. Мутационное тестирование в этом поможет, потому что оно поменяет ваш код. И сломает его, и вы увидите, что ваш тест на самом деле не падает, а должен. А вот эта штука, это вообще бизнес-логика. То есть вы видите, вот это один умножить на что-то, это бизнес-логика, потому что здесь должно быть вот так. То есть вы считаете веру отдельной функцией, пишете на эту функцию unit-тесты, и тогда это легко тестируется. Ну, то есть проблем здесь, на самом деле, в этом примере очень-очень много, хотя он и маленький. Вы можете найти связанные данные. Представьте, что у вас есть вот такой код, и, соответственно, вы делаете такую мутацию. Берете и букву А, меняете на букву Х. И, соответственно, смотрите, правильная буква или неправильная буква. Очень простой код. И вы даже написали на него прекрасный параметизированный тест. Берете все буквы, импортируете, прогоняете для каждой из них, смотрите, что все они неправильные. Кто видит проблему? А проблема в том, что когда вы на самом-то деле поменяли вот эту букву А на Х, ваш тест продолжил работать, хотя данные изменились. То есть теперь буква Х считается плохой, хотя раньше она считалась хорошей. И, возможно, от этого сломается ваша бизнес-логика более сложная. Как это поправить? Дублированием данных. Вы берете, вместо того, чтобы связывать данные в вашем тесте и в вашем коде, дублируете эти данные для того, чтобы гарантировать стабильную работу вашей системы на старых данных. Если, соответственно, вы понимаете, что теперь буква Х запрещена, а не буква А, вы меняете и в тесте тоже. И все продолжает работать корректно. Частичные ответы. О, частичные тесты. Частичные ответы — это вообще ужас, там ничего не поможет. Частичные тесты выглядят следующим образом. У нас есть прекрасный тест. Есть некий инстанс, который появляется при помощи вызова функции save subscription. То есть создается некий инстанс subscription. Мы проверяем, что у нее создался ID-шник, некий больше нуля, и проверяем, что ее имя совпадает с тем, что отправил пользователь. Больше нам ничего не надо. Но проблема только в том, что у нас есть вот такая функция. И она не чистая. Она не просто сохраняет subscription. Она еще и отправляет какой-то salary job. Типа, иди под здравь пользователя с тем, что он подписался и потратил сведение. И мы тестируем только первую часть. Видите, здесь вообще нет ни слова про то, что у нас там какой-то salary job есть. Если его закомментировать, ничего не произойдет. То есть ваш код по-прежнему продолжает работать так же. Как это поправить? Тестировать все. То есть если у вас есть несколько сайд-эффектов внутри кода, вы тестируете все сайд-эффекты при помощи вот такой штуки. Вы смотрите, что у вас есть, ну, редис очередь, в которой этот job крутится. Вы создаете некий, некий идентификатор этой subscription и смотрите, что она создалась. Таким образом мы тестируем все сайд-эффекты. И мутационное тестирование позволяет нам найти все вот это. То есть в больших проектах, ну, это просто кошмар. То есть когда мы начинаем применять очень большие количества тестов на очень большое количество кода, нам нужно искать такие проблемы. Мы можем найти медленные бесконечные тесты. Например, недавно я узнал, что если в некоторых настройках salary просто случайно сделать неправильный хост, она у тебя идет в бесконечный loop и ничего не будет стартовать. Как вы думаете, как я об этом узнал? При помощи мутационных тестов? Нет, я прот уронил. Ну, собственно, мутационный тест, мне мог бы в этом помочь. Он бы мог сказать, ой, да у тебя же тайм-аут случился, да, что-то нехорошо. Ну и, соответственно, ставьте тайм-аут. Если у вас что-то есть, ставьте на это тайм-аут. Если у вас есть тесты, поставьте пай-тест тайм-аут, чтобы он падал, если больше 5 секунд выполняется. Ну или там больше 10 секунд, в зависимости от того, насколько это производительнее. И очень много других ошибок. Да, то есть представьте, какое количество комбинаций вашего кода и ваших тестов могут резонировать в виде ошибки. Это очень-очень большая комбинация всего. Я привел несколько примеров, которые вот прям иллюстрируют те проблемы, которые вы можете найти. Что с лишними мутантами? Как вы можете догадаться, у вас будет мутироваться все, каждая строчка. И это проблема, потому что не все строчки мы должны мутировать, не все строчки имеют смысл. Например, номер версии. Номер версии работает следующим образом. Она какая-то есть, и нам все равно. Мы ее не тестируем, она не играет никакой роли. Мы меняем ее на нон, и все продолжает работать. И мы вроде такие, ну и ладно, поменяли номер версии, поменяли, ну какая разница, да, вроде все хорошо. Но ваши мутационные тесты скажут, нет, это плохо. И это проблема, да, у нас появляются лишние мутанты. Мы можем их игнорировать, мы можем забить весь наш код при помощи pragm-no-mutate, и у нас будет не код, а читальный зал, да, вот из этих меток. Это плохо. Есть еще варианты. Мы можем выборочно сказать, какие конкретно кусочки кода нам нужно запустить при помощи создания диффов, ну и патчей, соответственно, да, и говорить, вот эти строчки запускаю, вот эти не запускаю. Здесь тоже есть проблема, потому что наш код с диффами будет быстро расходиться, и патчи будут устаревать моментально. Мы можем просто все это дело выкинуть, но это не очень хороший вариант. Мы можем найти точные кусочки кода, которые мы будем запускать. Как? Мы запускаем конкретный тест, да, который выполняет какую-то нашу бизнес-логику, собираем с нее каверидж и запускаем мутации только того кода, который попал в этот каверидж. И таким образом мы можем писать хорошие тесты на тот код, который мы прямо сейчас разрабатываем. Да, то есть это такое что-то близко к д-д-д. И, соответственно, мы можем указывать конкретные пути для того, чтобы их мутировать. Например, вот этот файлик, вот этот файлик и вот этот файлик. А вот эти все остальные не надо. Ну, то есть такое выборочное делать. Комбинация этих методов так или иначе работает. Да, то есть для каждого проекта некая уникальная своя комбинация будет. Но так или иначе вы можете собрать вот из этих костылей что-то, что будет работать для вас. Опять же, нужно понимать, что это все костыли. Да, ну, то есть что по идее нам нужно придумать некий нормальный подход, как выбирать правильные стратегии, как выбирать правильные файлы и так далее. Что со скоростью? Со скоростью все очень плохо. Потому что, ну, представьте, у вас много кода, много строчек, как все нужно поменять и запустить тесты. Я привел примерные цифры. Если у вас есть одна секунда на выполнение ваших тестов, одна секунда на выполнение тестов, и у вас есть тысяча мутаций возможных, то это будет выполняться 16,6 минут. 16 минут. Давайте начнем с этой цифры и будем двигаться к ее уменьшению. Как? Отключаемся плагины. Когда у нас тесты выполняются, мы часто навешиваем на них плагины, типа кавереджа, случайная порядка, дополнительные проверки, flycate, mypy, вот это все. Все отключаем. Сразу работает на минуту быстрее. Потом мы говорим, не надо вывода, вообще ничего не пиши, пусть вот работай в холостую, просто отдавай статус-код 0 или 1. Соответственно, мы понимаем, что вывод тратится время, это время теперь не тратится, получаем прирост примерно минут на 5. Прекрасно. Потом мы говорим, нам же достаточно, чтобы один тест упал, нам же не нужно, чтобы все тесты прогонялись. Тест упал и все. Мы, соответственно, говорим флаг, первый тест упал и дальше не надо. Сразу получаем прирост примерно в минуту в 4. Потом мы говорим, а используй, пожалуйста, кавередж. То есть возьми только те кусочки кода, которые у меня покрыты кавереджем. Ну, там, если у вас 95%, 5% мне не мутирует. Вы получаете еще прирост в зависимости от того, сколько у вас этого непокрытого кода. Как это делать? Мы берем, перед тем, как запускать мутационные тесты, один раз генерируем кавередж, текущий для, ну, валидный для текущего состояния проекта. После этого запускаем мутационные тесты и все хорошо. У нас получается примерно 5 минут. И еще есть очень интересный плагин, который называется PyTest TestMon. Что он умеет делать? У вас есть задача сделать так, чтобы упал первый, ну, какой-то один-единственный тест. И желательно, чтобы он был первым. То есть, как только вы поменяли какой-то кусочек кода, вам нужно запустить этот тест, который отвечает за этот кусочек кода. Сделать это можно при помощи PyTest TestMon, который анализирует ваш код, смотрит, какие тесты, какие кусочки кода выполняют при помощи кавереджа и запускает те тесты, которые относятся к текущим изменениям. Я надеюсь, я понятно объяснил. Вы можете посмотреть, что такое TestMon. Его можно использовать отдельно, даже без мутационных тестов. Это очень классная штука. Прямо если вы пишете в стиле TDD, прям обязательно. И у нас получается примерно 4 минуты. То есть, мы пришли от 16 к 4 буквально за очень простые телодвижения. Ну, то есть, ничего не рефакторили, просто поменяли настройки. И, соответственно, вот так это запускается. MuteMuteRunUseCoverage-S. И вот так выглядит ваш конфиг. Монтируй мне, пожалуйста, какие-то SRC-файлы. Ничего не бэкап. PyTestRunner вот у меня такой, со всеми опциями. И, соответственно, вот там тесты лежат вот здесь. Вперед. Вашему коду становится хорошо. Помните, я говорил, нужно меньше, но лучше. То есть, теперь мы можем оптимизировать количество наших тестов и сделать так, чтобы они были качественными. Мы можем найти лишние. Что такое лишние тесты? Лишние тесты — это которые не падают. У нас есть прекрасный хук, который называется PostMutation. И мы можем на этот хук повесить запись тех тестов, которые упали. Некую там файлик, базу данных, неважно. И смотреть, какие тесты не упали никогда. И понять, что у нас есть тесты, которые никогда не падают. Чтобы в вашем проекте не происходило, они всегда будут работать. Зачем нам такие тесты? Мы их удаляем. И таким образом мы избавляемся от ненужного. То есть, мы избавляемся от legacy в тестах, которые у нас есть. Ну и, соответственно, мы можем найти связи с другими подходами. Я уже говорил, что с TDD это работает прекрасно. Вы пишете какой-то кусочек кода, к нему пишете тесты сразу, мутируете этот код, мутируете эти тесты, ну и, соответственно, все прекрасно работает. Вот это самый, на мой взгляд, оптимальный подход здесь и сейчас. Потому что у нас есть четкое понимание, какие тесты выполняются, какие тесты должны мутировать, какие есть оптимальные стратегии для этих случаев. Ну, в общем, очень круто работает вместе. И вы пишете изначально хорошие тесты. То есть, у вас нет потом задачи находить ненужные и так далее, потому что они все нужны, они все будут хорошие. Property-based тесты. Если вы в какой-то момент сталкиваетесь с тем, что в вашем коде при изменениях тесты продолжают работать, скорее всего, выбрали плохие данные. Это один из самых первых случаев. Для того, чтобы выбрать хорошие данные, вам нужно нагнать кучу-кучу-кучу данных из property-based. И мутационные тесты позволяют вам найти те места, в которых property-based отлично можно вставить. Потому что очень сложно так, когда ты сидишь, думаешь, я сейчас вставлю в какие-то случайные места в коде property-based тесты. Зачем, почему, непонятно. А мутационные тесты позволяют найти те места, в которых это нужно. И вот это очень полезно. End-to-end? Нет, end-to-end так не работает. Потому что я уже говорил, если у вас тест выполняется в секунду, то у вас занимает 16 минут на 1000 мутаций. А теперь представьте, что у вас тесты выполняются в минуту, в лучшем случае, end-to-end. У кого тесты выполняются в минуту? Да ни у кого. Соответственно, вы просто будете ждать 10 лет. То есть это так не работает. Вот. Это очень краткий рассказ про мутационные тесты. Я надеюсь, что я дал вам базовые понятия. Я надеюсь, я дал вам варианты использования, базовую какую-то терминологию. И я надеюсь, что вы, по крайней мере, задумываетесь о том, что если у меня в проекте есть тесты, и они работают, возможно, стоит проверить, насколько хорошо они работают. И, возможно, их стоит протестировать. И используйте mute-mute для этого. И если вы используете другие языки программирования, в них тоже есть свои костыли. Последний вопрос. Когда они нужны? И вот здесь я буду пиарить снова доклад, например, Ильи Лебедева, Артема Малышева и прочее. Есть другие способы улучшить ваш проект. Они более дешевые. Их проще внедрять, с ними проще разбираться. И когда ваш проект уже достиг уровня, что все линдеры есть, тайп-чекинг есть, юнит-тесты есть, интеграционные тесты есть, property-based-тесты есть, тестируем документацию, все тестируем, что еще внедрить? Вот тогда вам сюда. Но если у вас нет этой прочной базы, то вам мутационные тесты рановато. Есть более дешевые, удобные способы что-то внедрить и принести пользу своему проекту. Выводы. Мы не пишем больше тестов. То есть для того, чтобы сделать наш проект качественнее, мы должны писать меньше тестов. Но они должны что-то проверять. Мы не повышаем покрытие. Мы повышаем покрытие и проверяем, что это покрытие реально что-то тестирует. Не просто запускает наш код и всего 100% покрытие, но ни одного серта нет. А оно реально проверяет результат. Мы ничего не ревьюем. То есть мы не можем ревьюить тесты. Но это самоубийство. Мы позволяем автоматике делать это за нас. Ну и, соответственно, автоматизируем все. Это правильный подход инженерам. Ссылка. Ну и, соответственно, ссылка на репозитории со всем этим. Там все есть. Здесь вы можете увидеть, что на самом деле я этот доклад должен был читать на другой конференции. Прочитаю его там. Он будет намного длиннее. Он будет целый час с большим количеством примеров, терминологии и так далее. В общем, если захотите посмотреть улучшенную версию, пожалуйста, приходите на Gizzenbuck. Ой, наверное, нельзя было этого говорить. Ну и ничего страшного. В общем, я там буду рассказывать этот доклад. Если хотите, потом посмотрите запись. Вот. Вопросы. Добавляйте меня на GitHub. И у меня есть блог. О, последнее. У меня есть блог. Я пишу там очень хлеварные статьи. У всех бомбит. Всем интересно. Подпишитесь. У меня 53 подписчика. Пожалуйста, чуваки. Давайте поблагодарим Никиту. Сейчас мы проведем первое небольшое награждение нашего спикера. Большое спасибо. Спасибо тебе. Втройне. Во-первых, за хлевары. И, конечно же, подарочки. Там добро от Moscow Python Conf++. А я хочу напомнить, что мы сейчас начнем задавать вопросы Никите. И мы немного мотивируем вас. Соответственно, Никита выберет лучшего спикера и обретет еще несколько врагов. Я думаю, что отдать должен. Я думаю, это мне подарочек. Нет, это твой. Твой. Нет. Если хочешь, конечно. Нет. У нас есть отдельные подарки для вас. Поэтому подготавливаем вопросы. Соответственно, Никита выберет лучший вопрос. И мы его премируем специальным сертификатом, который вы поменяете на лучшую книгу, которую можно найти у нас на стенде в фойе. Соответственно, начинаем задавать вопросы. Спасибо, Никита, за доклад. Ты сказал, во-первых, про автоматизацию, вся и так далее. Во-вторых, что если тесты у нас секунду занимают, то мы можем свести мутационный тест к пяти минутам. Но, как ты сам сказал, минут у нас тест не гоняются. Это какая-то магия. То есть в среднем от нескольких минут. Сколько будут идти мутационные тесты в автоматизированной системе в данном случае? Как это сделать? Это как раз та часть, которую я выкинул, потому что она больше про проблемы и боль. То есть это как раз те 15 минут, которые я выкинул. То есть они не мотивационные, они наоборот про суровую реальность. В суровой реальности следующим образом. Когда ты начинаешь писать на большом реальном проекте эти тесты, ты сталкиваешься с проблемой, что тебе нужно мутировать далеко не все. И тебе нужно мутировать только избранные кусочки. И как раз я сделал референс к этому, что ты вот из этих костылей, что мутируй мне вот здесь, мутируй мне вот здесь, можешь собрать штуку, которая более-менее будет мутировать тебе то, что нужно. Это первое. Второе. Ты должен разрешить этому джобу падать, потому что он будет падать все время. И тебе нужно сгенерировать отчет, который ты глазами посмотришь. То есть выглядит это следующим образом. Ты прогнал все эти сложные тесты на своем проекте, на избранных частях, где сгенерировался некий отчет какие-то, выводы ты из него сделал. И есть еще утилитка, которая, ну вот, собственно, я дубликей тестов делаю. Ну, она пока не опенсорсная, но я ее туда тоже засуну. Она работает просто у тебя на компьютере, ну, примерно там, часов шесть. Ну, то есть у меня, я ее запускал на линтере на своем, и она работала, ну, там, примерно шесть часов. Нашла у меня там парочку дубликатных тестов, я их просто выкинул все. Ну, то есть это пока такая очень экспериментальная штука, скорее для исследования. То есть это скорее про исследование своего кода, а вот не полная автоматизация. Ну, полная автоматизация уже не получится. Ну, да. Понятно. Спасибо. Кажется, замечен еще один докладчик, который хочет задать вопрос. Да. Большое спасибо за доклад. Как всегда, очень холиварно. Вот у меня возник вопрос про то, опять же, сколько времени это все занимает. То есть ты показывал то, что у нас все тесты проекта выполняются 10 минут, мы говорим падай на первом, и он выполняется 6 минут. То есть есть ощущение, что он эти 6 минут майнит биткоин втихую. Как бы что вот происходит на процессе этого бутстрапа с точки зрения техники? Смотри, там есть несколько важных моментов. Во-первых, раннер какое-то время занимается сборкой тест-коллектором, короче, он занимается. Во-вторых, он занимается тем, что парс ТСТ, он уходит правильные стратегии, применяет их и так далее. Там, на самом деле, не очень тривиальная логика в некоторых стратегиях, в некоторых тривиально. Плюс-то минус поменять, это понятно. Вот. И, соответственно, он запускает там кучу всяких разных процессов внутри системы. Запуск тестов, проверка результата и прочее. Ну, это все overhead на вот эти все действия. Ребята, вопросик, да-да-да. Благодарю за доклад, Никита. Вот вопрос о использовании вот этих автоматизирующих утилит. Как это на практике выглядит примерно? То есть я настраиваю какие-то, не знаю, переменные мне менять, вот мутировать. Вот как это выглядит для использования? Смотрите, у меня есть три реальных варианта использования. Вариант использования первый, мой самый любимый. Это TDD. Ну, то есть вот мне дали какую-то таску, я написал на нее тест, написал на нее код и начал этот тест экспериментировать здесь и сейчас, да, с конкретными кусочками кода, с конкретным тестом, с одним. И это очень быстро, да, то есть это там, ну, 30-40 секунд занимает, ну, что-то типа того. И, соответственно, я могу гарантировать, что вот это сделано хорошо, да, то есть это вот первый мой любимый вариант использования. Он самый простой, вы можете его прямо здесь сейчас использовать. Второй вариант использования. Когда я говорю, что вот у меня есть CI-Job, которая генерирует некие отчеты, да, то есть по которым эти отчеты я могу смотреть о качестве тестов, о качестве кода, ну, у нас там целая куча отчетов генерируется по разным метрикам. Это один из них. Это второй вариант использования. Третий вариант использования, когда вы хотите получить, ну, просто некий overview всего того, что у вас происходит. Да, то есть какие мутанты у вас существуют во всех проектах, которые ни на что не влияют. Какие у вас есть мертвые файлы, которые вообще ни на что не влияют и так далее. Ну, то есть это такая очень хорошая утилита для аналитики всего вашего проекта, который запускается очень долго. Ну, то есть вы там на ночь поставили, она поработала, и вы пришли, посмотрели, о, у меня здесь вот это вот. Ну, то есть это утилита, которая сама как бы анализирует весь код проекта, да, в том числе большого, что-то там делает? Да, это совершенно верно. Именно с практического подхода это как выглядит? С практического подхода, то есть у вас появляются данные про то, какие куски кода у вас могут сломаться, и вы об этом не узнаете. Ну, сами вот эти мутационные тесты, они генерят тоже? Конечно, то есть у вас есть дифф, что, ну, что они сделали, то есть, например, поменяли вот эту строчку на такую. Тесты прошли, все хорошо. Типа, почему? Должно было упасть, так не должно. И, соответственно, вы с этой аналитикой уже можете что-то делать. В примере, который я вот здесь сделал, вот здесь сделал, тут есть как раз подробный отчет, который я тоже вырезал, потому что он уже совсем не влазил. И вот там есть история о том, как я разбирался со своей библиотечкой, которая 70 строк кода. Я запустил мутации на 70 строк кода и понял, что практически каждую из них можно поменять, и ничего не произойдет. То есть я написал настолько плохие тесты, что можно просто позавидовать. 100% покрытие, полный каверич, все хорошо, но только тесты не работают. И там как раз вот есть этот пример, вы можете посмотреть самостоятельно, просто долгие его тоже выкинули. Спасибо за доклад. У меня появился такой вопрос. Вы сказали, что end-to-end все равно не работает, но мы же тут говорим о том, что мы тестируем тесты, соответственно, в случае end-to-end есть возможность подменять не исходный код, а то, что нам возвращается. Мы, например, кидаем запрос, получаем ответ и эмутируем ответ, чтобы проверить, насколько качественно наши тесты ловят неправильные ответы. Это скорее про property-based. То есть, соответственно, вы создаете некую схему, как вам приходит ответ. Ну, например, свагер-спеку. Берете какой-нибудь свагер-конформанс, создаете по этой спеке огромное количество инпута, загоняете это в ваш view, что угодно, цирилизатор и смотрите, что упало. То есть это скорее про туда. Спасибо. Никита, спасибо за доклад. Скажи, мы говорим о коде, который у нас уже давно накоплен, в продакшене все хорошо или не очень хорошо там работает. Вопрос следующий. Когда мы говорим о коде, написанном непосредственно разработчиками, с ним все понятно. Мы можем покрывать его тестами и как-то этот тест. Но если мы говорим о каких-то адаптивных моделях типа ML, нейронки и так далее, вот с ними вообще как бывает? Я, к сожалению, не компетент. Я про ML знаю, что это такое семейство языков. Просто, ну, to think about, обычно проблема ML-тестов в том, что на них тяжело отслеживать конкретную целостность выполнения данных. Поэтому, я так понимаю, мутационка туда вообще лучше пока не трогать. Я думаю, что, ну, то есть там нужно какое-то исследование проводить, дополнительно, как это относится с теми практиками, которые там есть. Но я про них, правда, ничего не знаю. Ясно. Спасибо. Ребята, у нас еще есть время. Поднимайте ваши ручки для вопросов. А, если вы заметили, я все это время стою, кручу бейджик в руках. Там на нем написан докладчик. Я хотел эффектно переодеться из программного комитета в докладчика, но понял, что я зафейлил эту штуку, и теперь как дурак стою с бейджиком. Такой вопрос. В property-based-тестах бывает такое, что он сгенерировал родомные данные, да, и они сфейлились, но они очень сложные, поэтому там есть шринкинг, который пытается их упростить. А вот в мутационных тестах там бывает, что он смутировал, все упало, но он как-то настолько хитро смутировал, что ты не понимаешь, что вообще произошло. Вы на самом деле затронули очень тонкую тему. Вот какая. Представьте, что у вас есть код, который выглядит так. Х больше единички. И вы его смутировали в код единичка меньше х. Это то же самое. То есть мутация произошла, код изменен. По логике это то же самое. То есть или вы, например, поменяли порядок числительно. 2 плюс 1 или 1 плюс 2. Это то же самое. Ну и таких примеров очень много. И существует целая наука, которая доказывает, что один код является тот же самый, что и другой код. Как вы понимаете, там сложные пейперы, не разберешься. Вот это все. И, соответственно, у вас такое произойти может. Но вероятность не очень большая. То есть, соответственно, для того, чтобы получился код, который как-то ведет себя точно так же, как ваш другой, ну это вряд ли. И еще, что очень важно, вы можете, ну пока в mute-mute это сделано там на коленке, но вы можете настраивать те стратегии, которые должны применяться. То есть, например, вы точно знаете, что в вашем коде очень важно тестировать декораторы. Да, что, например, вот у вас есть там логика, построенная на декораторах, например. И вы говорите, ага, то есть я вот на это сделаю упор, а вот эти стратегии, которые там занимаются, не знаю, нам, меняются на нам, я использовать не буду, потому что у меня есть MyPy, он мне гарантирует, что у меня нам будет в тех местах, где не нужно, его не будет. Ну то есть вот такой комбинации разных исследовательских подходов вы можете создать себе стратегию, которая работает. Ребята, еще вопросы. Пока вы думаете, я попробую практиковать вопрос со сцены, Никите. Давай. Уже упоминался одним из спрашивающих, куда встроить по факту, да, вот эти тесты. Ты упомянул TDD как подход, в принципе, в разработке. Если говорить более конкретно, у меня есть continuous integration, и я хочу включить, ну у меня такая мысль появилась после твоего выступления, включить некоторые мутационные тесты в свой continuous integration. Стоит ли этого делать? Если стоит, то как? А если нет, то почему? Этого делать не стоит, потому что, во-первых, они очень долго выполняются. То есть ты не хочешь в своем CI на какое-то незначительное изменение гонять вот эту штуку. Это первое. Второе. Она всегда будет падать. То есть нет такого, чтобы на большом проекте все мутанты были убиты. Во-вторых, ну в-третьих вернее, у тебя в CI, ну скажем так, этому не место. То есть это скорее такая утилита на стыке аналитики и вот здесь сейчас в разработке. То есть ее в CI можно поставить для генерации аналитики. То есть это когда у нас это мануальный какой-то job, который я запускаю там раз в пятилетку. Ну на самом деле там много всяких инструментов запускается, не только этот. И он мне собирает отчет по проекту. То есть можно сделать, например, скидулер, который там раз в неделю запускается демонтационные тесты ночью, и когда утром ты пришел, у тебя отчет о твоем проекте. Ну то есть вот как-то так это работает. А если это делать, тем более, что вот жестко должны пройти мутационные тесты, возможно для каких-то небольших библиотек, например, насыщенных тестами, это норм. Но даже я на свои 70 строчек запустил, уже не работает. Уже много мусора. То есть а если там есть сообщение пользователям, если есть вот вывод и прочее, то это точно будет все очень плохо. То есть получается мутационные тесты это не лучшие тесты для кандидатов в каждый CI запуск. Это все-таки аналитика и отдельная работа. Это вот про вот это, да, то есть когда они вам не нужны. Они вам не нужны, если вы можете улучшить ваш код как-то по-другому. То есть это когда вы уже улучшили вот более-менее все, что могли, и вам нужно просто еще один уровень просто такой, скажем, контролирующий. Да, уже не жесткий, потому что все, что жестко, у нас уже есть. А вот это такое, что-то продвинутое, скажем, да. Да, да, да. Ребята, вопросы из зала? Похоже, мы задали вопросы. Давайте выбирать лучший вопрос. Мне понравился вопрос про науку, про… Вот там молодой человек за камерой, который… Молодой человек за камерой, покажитесь нам, пожалуйста. В белой рубашке, да, да, да. Да, я напомню, что мы дарим сертификат, и вы этот сертификат меняете на книгу со стендом в фойе, подходите, выбираете. Так что обязательно участвуйте в наших вопросах. Спасибо большое. Спасибо. Это вам. И похлопаем еще раз громче Никиты за то, что он сделал такой классный доклад. Спасибо. Спасибо.